На территории района 44 водоема, 22 из них предоставлены в пользование для товарного рыборазведения. Согласно имеющимся актам, пользователи зарыбили их молодью и личинками сазана, карпа, толстолобика. Отрасль развивающаяся и перспективная. По итогам пяти месяцев текущего года реализовано более 20 тонн товарной рыбы. Однако, наряду с развитием товарного рыбоводства, не должно оставаться без внимания и любительское, поскольку затрагивает интересы большей части населения. Рыбалку любят белоглинцы разных возрастов и профессий. В последнее время отношения между арендаторами и рыбаками обострились. От последних поступают обращения о неправомерных действиях и запретах на рыбалку со стороны хозяйствующих субъектов. Глава района Александр Коклин провел совещание с главами крестьянских фермерских хозяйств, занимающимися рыборазведением, где жестко обозначил эту проблему. Я хочу вас спросить, вы что запрещаете купаться детям? Вы что запрещаете подъезжать на автомобилях не рыбакам даже? Вы засыпаете, специально засыпали некоторые места эти гребли и тем самым ограничивали проезд. А проезд может быть для пожарной машины, проезд может быть для скорой помощи, для сотрудников полиции, прокуратуры и так далее. Просто для людей, просто для граждан. Вы тем самым ограничиваете. Мы не должны запустить эту ситуацию дальше, чтобы она развивалась в негативном плане. А мы должны найти общий язык, раз и навсегда. Что значит найти общий язык? Это значит действовать по законодательству. Действовать по законодательству, это значит, в первую очередь, самим соблюдать это законодательство. Просто самим соблюдать и потом умение морального права требовать других. Правовые аспекты вопроса пояснил помощник прокурора Сергей Грызунок. Вот согласно водного кодекса, у нас поверхностно-водные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, являются объектами общего пользования. Они общедоступные водоемы. Каждый гражданин вправе иметь доступ к ним, пользоваться бесплатно, использовать их для личных бытовых нужд, если иное не предусмотрено законно. Некоторые арендаторы водоема, зарубляя его, считают, что водоем принадлежит им. А водоем – это имущественный комплекс, состоящий из земли, воды, гидротехнического сооружения. В границах прибрежных, защитных полос, наряду с установленными ограничениями, заключается распашка земель, размещение отвалов, грунтов, выпуски сельскохозяйственных животных и организация летних выделий. Рыба, которая выращена была, она находится в вашей собственности, согласно гражданскому законодательству. То есть, все, что было произведено, у нас получается, это плоды. То есть, они находятся в собственности у арендаторов водоема. Но в то же время, запрет допуска граждан к водоему и запрет на лов рыбы будет являться самоуправством. По требованиям Водного кодекса Российской Федерации о запретах на проезд и стоянку автомобиля в границах водоохранной зоны, дала разъяснение заместитель начальника Белоглинского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастры и картографии по Краснодарскому краю Анна Быканова. 500 метров – это водоохранная зона, водоохранная, в которой пашется, сеется, но не применяются пестициды, не строятся объекты загрязнителей. И существует прибрежная полоса, которая в зависимости от уклона, крутизны склона, от 25 и до 85, в зависимости от того, где это. Допустим, в Ленино это 35, там крутизна склона выше 3 градусов, в Ниве это 25. Водопользователи на совещании отстаивали свою точку зрения. Арендатор тратит значительные средства на рыборазведение. На нем же ответственность за соблюдение экологических, санитарных норм, состояние гидросооружений. Рыбаки-любители, мы их знаем, их никто не трогает. А есть другая часть, которые день и ночь живут, они занимаются работой. Они ловят, вылавливают и торгуют этой рыбой. Мы не говорим, что рыбу ловить нельзя. Мы говорим, что ее ловить можно и нужно. Но нужно, во-первых, отталкиваться от правил рыбоводства в целом. То есть от того же размерного ряда. Я думаю, что все мне это делать. Ну и естественно, если нами рыба за рыбой, то как мы ее можем разговаривать? Безвозмездные. Претензии обеих сторон понятны и правильны. Только на практике каждый продолжает делать по-своему. Необходимо урегулировать конфликт. Люди, которые приезжают на речку, это собственность. Он приехал с удочкой. Вы ее взяли, поломали. На лодке проехали, все спутали. Кучу собрали. И специально понад Камышев ездите, удочки и все остальное. Охраняйте, ставьте больше людей, объясняйте и все остальное. Так мы дойдем до того, что каждое поле будем оканавливать и все остальное. На каждое поле человека и полицейских мы не доставим. Есть закон. Все читайте его. Водные объекты общего пользования. И человек написано, что каждый гражданин праве пользоваться и плавать по ней, и причаливать плавучие средства. Все. По итогам совещания арендаторы водоемов выступили с инициативами. В частности, Сергей Слюсаренко предложил создать комиссию, которая объедет водоемы и определит места предпочтительного лова рыбы. Такие места должны быть оснащены информационными аншлагами с правилами лова. Глава района поручил проработать этот вопрос. Кроме того, Александр Николаевич потребовал от сотрудников полиции уделять большее внимание оперативному урегулированию отношений и споров. Не останется в стороне от решения этого вопроса и депутатский корпус района.